с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 15 февраля международный день детей больных раком проводится более чем 90 странах под патронатом международного общества детских онкологов в этот день появились на свет в 1564 году галилео галилей итальянский физик механик и астроном один из основоположников естествознания поэт филолог критик установил законы инерции свободного падения и движения тел по наклонной плоскости открыл и захронность колебания маятника первым исследовал прочность балок и многое многое другое все это сделал этот невероятный человек правда был осужден инквизиции и сослан 1710 год в этот мир приходит людовик 15 официально называли его возлюбленный королем он стал уже в четыре года правил почти 60 лет правление запомнится рассветом французской культуры эпохой рококо при этом многолетнее правление ознаменовалась постепенным упадком экономики и нарастанием напряженности в стране вошел в историю знаменитым высказыванием после нас хоть потоп 1906 год день рождения мусы джалиля татарского поэта героя советского союза автора сборника стихов моабитская тетрадь она была написана в фашистской тюрьме куда он попал после пленения в августе 43-го гестапо арестовала джалиля и большинство членов его подпольной группы за несколько дней до тщательно подготавливаемого восстания военнопленных он был казнен в берлинской тюрьме солнце мы горим одной страстью мы с тобой счастливы сейчас песня юной жизни песня счастья сердце зарождается у нас события дня 399 год философ сократ приговаривается к смерти по сфабрикованному по мнению современных историков обвинению ему вменялось развращение юношества отрицание отеческих богов и видение нового божества но по тем временам это статья расстрельная на суде он говорил о том что все это ложь мол если есть в афинах безупречный гражданин это сократ после столь дерзкой отоведи суди приговорили сократа к смерти в 1848 году в лондоне опубликован манифест коммунистической партии он написан карлом марксом и фридрихом энгельсом по которому попытается жить наша страна советов 1994 год официально введен штандарт президента российской федерации это символ президентской власти стране после церемонии инаугурации оригинал штандарта хранится в служебном кабинете резиденции президента в москве где находится постоянно и располагается позади его стола с левой стороны а над кремлевской резиденции поднимается дубликат штандарта как и над другими резиденциями во время пребывания президента россии в них 2013 год столкновение земной поверхностью фрагментов небольшого астероида который разрушился в результате торможения в атмосфере земли в пятницу 15 февраля 2013 года примерно в 9 часов 20 минут по местному времени супер болид разрушился в окрестностях челябинска на высоте 15 25 километров сантиметр небесного визитера предлагается сегодня приобрести за полторы тысячи рублей о событиях которые произошли впервые в 1895 году в москве по инициативе сини гнесиных основывается первая музыкальная школа для детей с 25 года двадцатого века музыкальный техникум потом училище гнесиных а еще позже учебный комбинат включающий музыкально-педагогический институт имени гнесиных музыкальное училище и музыкальную школу в 1931 году выходит первое кино с дракулы классический фильм ужасов тода броунинга экранизация одноименной пьесы 1924 года которая свою очередь была отдаленно основана на одноименном романе брэма стокера образ графа дракулы воплощенный белой лугошей в этом фильме стал каноническим 1943 год указ президиума верховного совета ссср о введении новых знаков различия погон для личного состава военно-морского флота погоны и погонщики служат для определения военного звания и принадлежности к роду войск или службе погоны плечевые суконные для командного состава с выпушками по краям кроме нижнего и сукна погона соответственно присвоенному военному званию принадлежности к роду войск в этот день в 1988 году окончилась афганская война обращение цк кпсс президиума верховного совета и совета министров вы вернулись на родину честно и мужественно выполнив свой патриотический интернациональный долг 9 лет и 7 недель длилась это неправедная война самая долгая из всех которую когда-либо вела россия после 1813 года а в апреле 1992 года режим который поддерживали советские танки рухнул по официальным данным через афганистан прошли более полумиллиона солдат и офицеров почти 14 тысяч погибших без малого 7000 остались инвалидами 330 человек пропали без вести по оценкам западных специалистов число погибших советских солдат превысило 30 тысяч человек в россии отныне это день памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами отечества которые принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами государства вот такая она жизнь страшный баланс война и мир но есть такая работа родину защищать даже далеко за ее пределами сами был николай пивненко в проекте дата